Нутрированы задние ноги, вот это вот все болеет на ногах. То есть вот прежде, я думаю, что все-таки это также связано с окрасом, чем ноги. То есть вот здесь вот, чтобы ее расслабить, вот здесь вот. Здесь вот натянуты очень сильные связки. Здесь вот прям. Вот это вот место мне вообще сильно не нравится. Нарожающее, ненарожающее. Тренируете рожать? Уже нет. Стивилизованно, нет? У нее прям вот. Вот я, наверное, можно подумаю, вот как раз-таки вот с этой собакой. Подумаю, подумаю, потому что у нее вот здесь вот по животу, вдоль белой линии, они прям вот как узлами завязаны. Идут жгуты такие прям, какие сильные. Почему я говорю, что я не очень люблю окрасы не специфичные, скажем. Ну, то есть собаки, которые, опять же, вот мерлеи, вот эти вот мраморные. То есть собаки реально за собой много несущие, да, там по всему. А папиллома не хотите вырезать? Хочу. Как бы я боюсь, что это наркоз. Нет, наркоза никакого нет. Я бы вырезала, потому что вот здесь вот. Потому что, допустим, 6,5 лет, это как раз-таки вот это то состояние, когда массировать уже, в принципе, суку не очень хорошо. То есть почему как бы затянуто все на животе вот такие вот спаки, да, прям как струны, вот как кобеля мы трогали у Насти. Как теги? Да, только у нее вот так вот, как паутинка, 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 иди переходящую в петлю. Не могу сказать, что она гиперактивная, там, в гипертонусе и зажата, да, то есть как бы нету такого. То есть собака вполне адекватная по поводу там всех вот этих вот мышц, если его хорошо, хорошо очень. Где стоп? Стоп хотели? Так у нее между стручками? Да, 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 вот так вот прям как вот белая линия, вдоль белая линия, вот так вот прям переплетено, как вот пружина. Внутри или по... То есть внутреннее? Внутреннее, да, да, внутреннее. Вот так вот прям как паутина переплетена, до петли практически доходит. А в пупа до этого. Поэтому я как бы, ну, то есть любой массаж, любое, да, там, как это хорошо. А с другой стороны, когда мы не знаем, есть когда внутренние вопросы, да, там, к чему это может привести. Ну вот как раз таки вот по этой собаке я проконсультируюсь у девочки, которая в Москве, которая меня консультирует. А по диагностике, допустим, что бы вы предложили, там, УЗИ сделать, там, дингент? Вот я как раз, конечно, лучше проконсультируюсь, потому что я первый раз при всей большой практике, я первый раз вижу. Вот первый раз собаку трогаю, что вот мне непонятно, то есть непонятно, почему я, почему как бы не предлагаю трогать, да, там, и сама не очень хочу трогать, чтобы не провоцировать. Да, мало ли что может это привести к чему. То есть это как бы все, тем более, что она не стерилизована, соответственно, гормонально, как бы у нее все это есть, да, там. И она такая вот уже, она не худая, а она и не жирная, то есть вот она как раз таки, вот у нее состояние рыхлости не очень нравится. Она улица живет? Нет, она не живет. Домашнее животное, да? С туманного подушечка. Мамина подушечка. Она причем, как бы такая... Открыта там? Глупо, да? А там дверь так открыта. То есть здесь Маша там? Здесь вот. Мне все хорошо с мимика лица, вот это вот вообще не затянуто, ничего не дожато. И видно, что эмоционально там она никакого там страдания не испытывает. Ну, вот почему вот это вот так? То есть это может быть просто физиологические процессы вот именно этой собаки. Но я еще раз говорю, я бы лучше пока не трогала. То есть мы лучше посмотрим, и как бы уже будем дальше исходить из другого. На тему не нагляди, чем влезть туда, куда не надо. А еще вот если на нее вот сейчас начала смотреть, и вот это вот мне не нравится, что вот атаксировано. Вот, вот это вот, если посмотреть. И окрас. Нет, это у него его, да. Это возможно родовая, кстати, травма. Нет, это не окрас. Нет, это вот как раз-таки папиллома, нет, вот как раз-таки папиллома, и вот эта вот трофера у нас с этой стороны. Папиллома, наверное, много начала? Ну, наверное, может, год, может, меньше, что-то. Я покажу свое лицо. Смотрите. Возьмите кусочек сюда. Каким мы сейчас пройдем? И вот как раз-таки вот там, где папиллом, как бы... На крангале. Да, да, да. Вот у нее как раз там атрофировано. Был доберман, такого добермана привозили. У него был воспален как гневничный девчон. Это может, кстати, быть это давно, или нет. Вот такое вот. Требор, я вообще не замечаю, не понимаете. Ну, вот. Вот как бы нос, вот здесь вот так. Вот это вот место, вот это вот хорошо, как бы лицевые, да, вот все. А вот за счет того, что все-таки окрас еще вот такой. Вот, как запятая, да? Кстати, бывает, папилломы очень часто после укусов говорят комаров. Комар кусает, нарушает чего-то, и папилломы бывает. А если на губах? Это вирусная. Тут не папиллома, а бородавочка такая. Ну, они у него, ну, кокеры на шкут, как бы, радофер вирусная. Их надо вырезать. Это заболевание иммунного. Нет, которое на губах. Не надо вырезать, на боковином лечится внутривенно. Нет, надо посмотреть, потому что мне не нравится то, что она на мягком таком. Взялись и разобрали. Да, хорошо забрали. Нет, ну она лежит ровно, все хорошо. Нет, не может у них, кстати, отрас. Вот это вот. Ну, не так, его нос. Ну, именно вот это, что все. Ну, она более забирается. Не ровно. Мы все же хотели кого-то любить из собак? Нет. Ну, как будто бы, вот, кстати, папилломы, вот такие вот бородавочки, не возникает, может быть, там сковыривает, что-то еще там. Она не съела пирожок. Нет, же мне, видимо, это очень сложно. Она не съела, что все едят. Ей нужно слить. Ну, хоть здесь хоть как-то больше, потом слину ее. Нет, там, наверное, просто может быть психология такая. А когда у нее... Кормите ей пирожок. Отечка была. У нее может ложка? Может быть, ее была... Кстати, у нее увеличено вот все. Да, сейчас я вот ее щупала тоже, да, увеличено. У нее ложка, скорее всего, что. Она... да, у нее была отечка в начале сентября, вот, вот, 9 сентября. Это у нее была вот эта сентября. Ну, вот это была ложка. Почему? Ну, это тоже хорошо. Нет, ну, лучше перестраховаться, потому что реально, как бы... Ну, и, опять же, вложную беременность тоже ни с живота лучше не трогать, потому что мы начинаем провоцировать такой приток молока. Ну, я за ней никогда не замечала, что она ложка есть. То есть она как бы по поведению... Да, вот припухлота, а по поведению она никак не включается. Ну, это все равно... Ну, то есть она там ничего не нянчит там, ничего к себе там, гнездо не приносит. Поэтому я... Були тоже не нянчит. Не знаю, как это нянчит. Мне тоже не матери, а кукушки. И когда начинают говорить, что у нас бультерьер такой прям нежный, трепетный, и там держит, ласковает детей, я не верю в эти сказки, честно скажу. Ну, вот я почему-то вот подозревала, что у нее может быть вот в этот раз ложка начаться, потому что так, ну, вот как раз у нее вот эта охота была такая яркая выраженность, что у нее там все страдало. Ну, вот может быть у нее как раз-таки гормональные изменения. Да, да, у меня к этому есть спрашивала, что вот как раз про гормональные, как вот это... Про гормональные вообще вот как бы вот все вот это, Лена Кунгурова, в Заречном, у нас реально вот, она прям творит чудеса вот по поводу всего-то. Суки не щенятся, суки там не беременеют, суки не вынашивают. У кобилей там с какой-то простатой она начала работать какие-то... Поэтому вот лучше съездить туда и посмотреть, на сколько как бы гормональных лет. Потому что все равно 60 лет, я бы уже не сталкивалась еще. Вот такая вот, она вот, домашняя, но опять же, кожа в нее. Такой плюшек, плюшевая игрушка больше, чем... Да, ну вот она вот такая вот, у нее вот эта вот шкура висела. Да, ну просто посылает. Мне такая подкожная отлечаточка разная. Ну, потому что я если пыталась даже похудеть как-то, ну как... У нее она, мышцы-то, ну, то есть ребра прощупываются и начинает... Это строение нервных хвостей. Да, и оно не убирает. Да, и оно не высушивает. Нет, не можно. Можно там, допустим, там рис. Ну я бы такого не знаю. Нет, ну то есть как бы вот... Нет, если как бы задаться целью, это сложно, но можно. Потому что очень много как бы в Доберманах сейчас они склонны становятся к гигантомании во многих породах, которые должны быть сухие, да, и прочные. Сухой и крепкие они становятся больше вырхлостью ходят. Потому что идет гигантомания, и вот эта вот подкожная отлечаточка как раз в таком вот состоянии. У нас у були, ну у були он связан как бы вот с этой подкожной отлечаточкой, то есть да. Но ее очень сложно, когда начинаешь разбирать, ее прям трогаешь, как будто бы отекшее тело. Ну это специфика. Но тогда лучше съесть, тогда вот. Все-таки у нее там набухшие... Смотри, что больше не даю клину. Не держу. Смотри, безобразие, все сначала напугали, разложили, вообще не понятно что. Потом еще и пирожка они дали, это вообще просто несправедливо, да? Ну все, спасибо. Ну все, стабильное, справедливо. Ну лучше просто ебать. Все-таки по гормонам я бы... А вот это хатика? Не, ну вот я говорю у меня там конкретно, как бы человек, который занимается вот все, что связано с ложками, беременностями и всем остальным. То есть хатика будет смотреть в гормональный фон, а там прям вот все равно. Она в целом вообще отвечает на такие вот вопросы-вопросы, которые я говорю. У нас там собака, которая приставала три раза, щенилась благополучно и после этого еще раз щенилась. Причем первый раз ее там под контролем, под контролем, после этого она сбежала. Причем собаку забрали из питомника, потом ее отдали, потому что она не вязалась. Вот, и она под контролем у ней подвязалась, все хорошо. И после этого...